Итак, друзья, я в Сочи. Сегодняшняя операция называется «Забери пианино». В прошлом выпуске. И мы отправляли пианино в Сочи, сейчас я его должен забрать. Что хочу сказать из последних новостей. Жизнь без ноутбука есть. Она, конечно, немножко грустная, но она есть. На радостях взял себе iPhone XS. Теперь вот, в общем, вот, снимаю. На. Всем привет, с вами Вилл Сухум. Сегодня у нас на распаковочке нового iPhone XS, взятый в кредитную компанию «Видео», в которой нам доказали 6 банков. Мы пришли в компанию «Рестор». Спасибо нашим партнерам, ссылочка в описании. В компании «Рестор» нам одобрили кредит на 12 лет рабства. iPhone за 120 тысяч рублей. Давайте будем дроп-тест. Не ломается? Сейчас при кеме открываешь, а то стекло треснуто. Тот самый момент, который все любят, это открытие нового iPhone. Вот так раз открываешь, что он встречает. Правильная коробка. Давайте посмотрим, что режет в коробке. В коробке режет внимание. Еще бумажки. Привет, написано «Привет», «Привет». Вот так выглядит 120 тысяч рублей на столе. Вместе с ноутбуком ушла и GoPro. И все-все-все. В итоге iPhone решил заменить себе и ноутбук, и камеру, и все на свете. Дали мне попользоваться чудесным автомобилем под названием «Руслан Амарок». «Фольксваген», то есть «Амарок». «Руслан» просто дал. «Фольксваген Амарок». И сейчас вот здесь вот сзади появится пианино. Как загружать буду, пока не знаю. Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Все, друзья, операция по спасению завершена. Пианино загружено. Поехали. Все бы ничего, но у меня рояль сзади. Вот обожаю эти локальные радиостанции. Че только не услышишь. О-о-о-о! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для тех, кто не понял, что сейчас происходит, мы на мотодроме в Адлере. Здесь проходит финальный этап чемпионата России по стандрайзингу. Это когда мотоциклисты ездят на задних, на передних колесах, выполняют различные комбинации. Сейчас покажу самые интересные моменты. Пошли со мной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот примерно так проходят эти соревнования. На Ютьюбе, смотрите, сильно интереснее, чем вживую. Потому что вживую спортсменов все получается не с первого раза, к сожалению. Но для нашей деревни пойдет. Очень круто. Москвичи молодцы, сочницы молодцы и все остальные. Едем дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что, дамы и господа, погода вносит свои коррективы. Как говорится, лето заканчивается, а наш выпуск нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА но вы еще не знаете зачем мы здесь собрались встречайте самый невероятный быстро езжущий на велосипеде на велосипеде быстро езжущий по воде скользящий книжку читающий на машине наваливающий в москве работающий непревзойденный пинч расскажи как ты здесь оказался не рассказывай я сам все расскажу пинч вчера прилетел к нам в гости писули подписочникам вот все молодец блогерский режим активирован мы едем завтракать время 8 утра или 7 утра за 7.30 едем завтракать в такой погоду а че еще делать причина следующая в москве за выходные тратится денег сильно больше чем в красной поляне вот как бы мажоры можем себе позволить так что продолжаем ну прям вот видно шо москаль с осечкой а тем временем в горах идет нэк забрали ведро с очередного мотора уже 12 по счету решил сделать тюнинг это называется усики прям в цвет моих супермодных кроссовочек с помощью чудесов видеомонтажа андрей Александрович привез на завтрак мы приехали в ресторан династия в красной поляне это один из самых лучших ресторанов это непроплаченная реклама нам он действительно очень нравится ну что богема собралась господи саня ты уже знаменитым не будешь не слишком жирного ресторанте нет не очень нравится хорошие место станут и просто как модель здесь сейчас вот на фоне гор снега господи стеколки чистые красота здесь хорошее освещение для съемки точно мышь блогеры андрей вас бодрит облепиховый 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 облепиха игоря облепиха саны что что делаешь это у меня вот губки сейчас я их фотографировать буду это называется дебилизм ребята если вы думаете что это контент нет не хочешь пообщаться с зрителями узнать какой-то секрет как произвести водку на концерт джаммера края нет как сделать лучшие сырники может тут совет тебе даст какой-то быть футблогером очень тяжело ну ничего мы стараемся все ради вас наши подписчики одежда нормального человека одежда москвича да ну что здесь происходит у вас к чему живете нормального полянцы настоящие полянцы чем поели можно поспать теперь немножко работа все равно только вечером словами не знаю кому как а мне мое супер мод и нравится я приехал на мотодром уже был кусочек оттуда сейчас еще раз решил закрыть сезон сейчас какой-то там ноября надо погонять немножко на питбайке потому что в этом сезоне не получилось это сделать смотрите как много тут мотоциклов тут как это как казах что вижу то о том пою лёвушка эндуро 23 как обычно дал свою машину нам и получилась вот такая вот история вот что мы видим моего малыша помните когда я к ване купченко заезжал я говорю мне вот эти вот нужны тормоза за деньги так вот я не помню отдал я деньги или нет но тормоза я получил а кстати снимаю на айфон если у кого-то вопросы к качеству все к тиму куку пожалуйста питбайк чем он отличается от большого мотика тем что он поменьше полегче но на нем также интересно и круто можно быстро ездить по треку обязательно условия стол кальян без этого никуда вот тут тоже комбезики моя тень плиточка мотики погода шикардос на и просто шикардос на его там далеке трек здесь можно погонять по конусам выстроить все любые конфигурации там соответственно у нас реальность реальный сектор ция и вот так я записал подводку этой части блога и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Давай, Петюню, коленку. Ты меня чуть не этот, сам не ушатал. Давай мне, красава. Больно ему, вставай. Мужик вообще. В коленке ступил все. Все, считай, тренировки откосил мы сегодня. Свободен. Давай, ты тоже, Петюня, ты сегодня тоже молодец. Давай. Бам, красава. Вот так, чуть-чуть погоняли. Я, конечно, вообще ехать по сравнению с ребятами не могу. Еду, как вообще, не понимаю. Но прикольно, весело. Самое главное. Короче, еду, такой думаю, ну пи***ть, Валентина Росси не меньше. А со стороны, вот сейчас посмотрю, сто процентов, такой горшок вообще-то. Просто так. Это да. Свобра такая, просто пи***ть. Намаливаешь, да? Вот в том повороте, особенно влевом, думаю, ну все, капс, да, локти точно пошли. На свадьбу. Искры, да? Сейчас посмотрю видос, да, там такая кочерга кривая будет. У кого кто? А у меня друг Вова Леонов. Ну в натуре Валентина Росси, ёптать, падок везут. Все, ребят, на этом выпуск с мототрома Сочи объявляется законченным. Не знаю, что получится, когда буду монтировать, но мне понравилось. Весело, конечно, чтобы ехать быстро. Быстро и круто нужно очень много наката, но вот так по фану погонять прям. Классно, погнали дальше. Обожаю начало каждого сюжета. Новый день, новый фитнес-зал. На этот раз мы идем в фитнес-зал гостиничного комплекса Мариотт. Александр сегодня пришел покорять очередные свои спортивные достижения. В прошлом выпуске я занимался под руководством Андрея, сегодня Андрей будет заниматься под моим руководством. На этом мы закончим, как говорится. На этом мы закончим, да, пока еще целое. Значит, с Андреем Александровичем приняли решение начать разминаться на самом мужском снаряде. Педалировать процесс называется. Как орех. Жопа будет как орех, но у него. Но не у него, то есть у него пока голова как орех. Пошел на ускорение 110. О-о-о-о! Обратите внимание, какая грациозность, плавность. Андрей, ты что-то так сильно похудел, что ты аж этот, в кадре больше секса доставляешь, чем я. Оно как близки, смотрите. Все, закончим упражнение. Машина, потек? Да, потек, не страшно. Рыбак. Так, ладно, погнали дальше. Ну что, Саныч, наша любимая, давай, брусья. Да, именно, брусья. С раскачкой, все как надо. Все как и завещали профессионалы кроссфита. Ваша мама и там, и тут показывают. Мастер-класс от Игоря Николаевича. Примерно выглядит, как будто вобла вверх-вниз. В воде барахтается. Нет, не вобла, тюлень. Еще надо. Как тебе этот снаряд, почему такой красный, расскажи, пожалуйста. Почему ты такой красный? Упражнение называется «Раскались пополам». Так, Андрюш, не останавливайся. Так, это слишком легко для него. Пошла вторая. Сейчас так лягу просто потом... Сломался? Десяточка. Все, хорошо. Паван, паван. Десяточку, да, сделал пару раз. Да, нормально. На самом деле, вы там все говорите просто, что мы там сзали не занимаемся. Ну, это правда, да, мы не занимаемся. Потому что Андрей готовится к триатлону. В триатлоне спорт не нужен, а мои все гоночные и соревновательные истории закончились. У меня в межсезон не могу себе позволить. Но я сейчас вам покажу, как это делают. Настоящий профессионал, а как я. Ну вот, это двадцаточка. Я в руках-то держать не могу. Вот, на этом мы и закончим. Игорь, ну чтоб ты понимал, тяжело это не выглядит. Ну, тяжелее. Самое сложное, это руками его выталкивать. Для того, чтобы уметь быстро крутить руль, вам нужны крепкие мышцы. Большие, мощные, но вы понимаете, зачем это. Я тренировался таким образом. Я брал блин 10 килограмм. Вытягивал его. Пытался вылечить. Я не знаю, фактическое применение. Вот что-то здесь прокачивается. Вот прям я чувствую такое напряжение. Котелки ничего, а вот такой и простой. Поднимаем наверх. Сводит. Отпускаем. Сводит. Развозит. Сводит. Вверх. Вниз. Завехнеет. Вниз. Ну, ты просто машина. Просто убийца вообще. Iron Man 2019. Ваня. По версии экспресс-газеты. О, слушай, у тебя сиськи прям. Хочется прям полапать. Ставь лайк, если хочешь так же. Я просто могу к майферам с ней шататься. Игорь, положи эту гирю. Сейчас спину сорвешь. Игорь. Ну и чего? Как ты чувствуешь себя? Ты как будто молишься, Игорь. Спорт, хорошо. Все нормально. Ладно. На самом деле мы просто дурачимся. Нам нужно чем-то забивать контент. И решили просто пойти в зал потренироваться. Тренировки выглядят совершенно по-другому. А отдельные упражнения выглядят именно так. Знаете, что нравится? То, что когда заплатил 2-20, у тебя еще лимонада есть. Ну, конечно, надо 2-20. Еще бы лимонада не было. Просрочный? Нет, очень вкусный. Там с Ромом. С Ромочкой? Сейчас кисунги потекли, а? Ну, как бы сейчас пойдет работа. Сейчас кисунги потеки� и внуки. Андрей осваивает горнолыжную технику, считаю, что в этом сезоне она ему пригодится как никогда. Но выглядит это чересчур сексуально, мне кажется, подписчики не оценят Выставляем 150 хотя бы килограмм. Да можно на легкую? Ну сотку, ладно, это я вырежу. Сейчас на весах 150 килограмм. Ну непростая история, на рывочек. Я хочу у вас посмотреть, взять у вас мастер-класс. Просто я чувствую, что мои движения недостаточно техничные в этот момент, техничные, не грациозные. Грациозные, да, но техничные нет. 200 Короче, убираемся. Наша заготовка программы к серии «Папа может» есть сосиски на обед. Опять мама. Капец тяжело. Посмотрите на ножки какие, а? Палочки две. Не знаю, сейчас они быстро, они сломаются. Посмотрим. Ну вот так гащики будут на СМС. Я предлагаю на этом закончить нашу тренировку и идти в бассейн. Чуть-чуть новенькое. Ну как бы вы понимаете, кому благодарность и все. Итак, наш пловец-триатлет и просто красавчик готовится к погружению, к заплыву. А чтобы обтекаемость была, лысая головка в воде скользит ловко. Смотрите, какая у меня шапка. Мастер спорта? Или что, Нирвана? Сколько ты зарабатываешь? А вот... Have a rock'n' day. Отлично. Господи, какой ужас, а? Ладно, еще шапочка, но вот эти вот треники. Повернись хоть в жопу, покажи всем. Все, капец. Сколько нам сегодня надо проплыть? Сколько проплыть надо? Километр. Километр, да? Я готов. Я поплыл. Давай. В общем, вот так предстоит сидеть еще полтора часа примерно, пока он плавает. Ничего нового, залезаю в инстаграм. Так, спортсмен на старте. Все очень мощно. Белогрибков. Ногах и на руках. Так, заплыть на 25-25, на 30 метров. Андрей, если ты будешь спиной стартовать, есть листья, что ты в стартовые ворота не попадешь просто. Стартуй лицом, там еще торпеда внизу есть, если по низу жопу пустить. И пошел. Новый стиль, никем не изданный. Вот триатлон 2019, Армен. Завидуйте, сучка. Сразу к телкам поплыл. Где телки, там пинч. Пошел. Давайте, Андрей, четыре бассейна. Чуть-чуть осталось. Отличное движение ног вообще просто. Такое боковое ускорение придает. И, внимание, остаются какие-то считанные метры. Считанные метры разделяют до финиша. Чуть-чуть, чуть-чуть и касание. Ладно, по итогу поплавали, позанимались, кушать. Все как надо по плану. Ставьте лайки, там колокольчик. Подписывайтесь. Мариот все-таки, мажоры, можем себе позволить. Всем привет, это Гарик Ноустрах, мой новый видеоблог. Снимаем Диму из старого блога в новом блоге. Смотрите, какая красота от Малени. Тирин-тирин-тирин-тирин. Два. Оп. Снежок. Пойдем. У нас есть друг Витя Шпалов. А у него есть сын. Можно я сфоткать, типа, красиво? На фоне листвы тебя сфоткать сейчас? Есть кнопка в видеорежиме, что сфотку можно сделать. Раз, два, три. Оп. Все, сфоткал. На обратном пути еще раз придется сфоткать. Очень красиво, да, Игорь? Это фотографии для фона, для инфраграмма. Просто берешь кусок. И ложишься, как на ковер. Да. Так, пойдем, посмотрим. А мы подарки привезли. Тирин-тирин. А у кого не рождение вчера было? Вот тебе подарок, Мишанька. Доволен? Все, уходи. Мишань, какие машинки будем ставить с тобой, Мишань? Вы делаете контент. Вы не делаете автопарковку. Автопарковку. Мы занимаемся благоустройством города. Нет, вы занимаетесь блоком. Мы делаем парковки. Понимаешь? Все говорят, что парковки дорогие. Вот мы тут собираем парковочные гаражи. А это Собянинская парковка? Собянинская, конечно. Муниципальная. Халявная будет. А вам высшее образование помогает? Вот тут. Только с ним и справляемся. С божьей помощью и с высшим образованием. Ребята, тот самый момент, когда Гарик-блогер понял, что Гарик-огонщик-блогер никому не интересен, и решил перепрофилироваться. Гарик-сборщик игрушек детских. И все, сейчас миллионы пойдут. Пойдут миллионы. А что, кстати, на самом деле, если лего собирать, распаковываясь игрушки, на такие каналы есть. И там люди уже на ранжероверах ездят на последних. По-моему, у меня Миша это зависает, и бабушки. Просто там, ну чушь, они распаковывались, какие-то дебилы. И комментарии, там просто у них типа 2 миллиона подписчиков, из них миллион комментариев, типа, что за неандертальцы вообще, кто эти люди, и почему они столько денег зарабатывали. Почти миллионы чистой прибыли в месяц. Захожу в магазин, продают лего, на коробке написано 6+. Я говорю, вернее, соберу за месяц. Я не собираюсь в месяц. Вот такое видео инстаграмное. Не забудешь обо мне, Как сиреный по-глубне, Может, только нам на пенье, Оставляли для меня, Только на полюни, Друзья, этот день настал. Я надеялся, что он никогда не произойдет, но, к сожалению, случилось то, что случилось. Андрей Александрович, как это без мата сказать, все по фазе. Все. Знаю путь, иду к нему. Нет, Андрей, это то, что ты хотел как раз, Enel International. Всякие батончики, смузи. С вами я, Андрей Александрович. История моего успеха, когда добился высот в бизнесе с помощью Enel International. Мы находим сзади меня региональный центр Enel International в городе Сочи. Если вы хотите ездить, как я на Мерседесе, носить роликсы, вам ничего не надо. Только сделайте первую закупку в Enel. Прошу вас, пожалуйста. Что нужно, чтобы на Мерседесе ездить? Помимо очевидного зарабатывать бабки. Просто много работать, много зарабатывать и подсоединять друзей, близких, родственников, всех, кого вы знаете в Enel International. И все, и вы добьетесь успеха вместе со мной. Звоните мне, пишите на почту, пишите мне в Instagram, и я вам помогу обязательно. Все вы уже знаете, большинство, кто его смотрит нас или подписан на нас, что с семейным отношением Карины, Марины и Андрея Каблука пришел конец. Андрей, прокомментируйте ситуацию. Понятно, что у вас долго были отношения эти. Что случилось? Что пошло по бороде? Просто по бороде пошло. Приелись. Все, насытились, короче. Насыщение, пресыщение. Третий уровень отношений. Я понял. В общем, вы остались хоть друзьями? Да, остались с друзьями. Хорошо общаемся. Все в порядке. Карин, Марин, в общем... Я жду, когда она меня познакомит с своим новым парнем. Она что-то вряд ли нет, кажется, это будет делать. Она последнее, что сделает. Я хотел сказать, Карин, Марин, мы тебя любим. Все такое. А ты сейчас это тоже можешь сказать? Нет. Ну, если она уже с новым парнем. А я? У меня же нет нового парня. А ты на ручнике. Ладно. Все, это ноябрь, если что. Мы гуляем. Мы теперь можем снимать на фронтальную камеру нашего айфона. У нас активирован опять блогерский режим. Пинч сегодня выезжает в Москву. У нас крайний день. Сегодня Андрюшкин день. Мы приехали в колесо обозрения. Обозревать. 450 рублей. Просто человек на НЛ поднялся, понимаете, может себе 450 рублей позволить, чтобы зайти. Во внутряхах. Во внутряхах. Панорама с самого верха. Море. Олимпийские стадионы. Все прям как надо. Андрей Александрович довольный. Как не знаю что. Трасса Формулы-1. Почти все повороты видны. Даже видна старт-финишная прямая. Вот она где-то там. Во время гонки здесь просто можно на день снимать колесо, его тормозить сверху и смотреть гонку. Можно, наверное, но дорого. Очень дорого. Сочи парк. Отель Богатырь. Классно, да? Скажи. Это что-то невероятное. Просто. Я много где катался на колесах. На колесах как бы. Но это колесо. Самое мощное колесо. Очень красивый вид. То есть всем рекомендую 450 рублей. Эти вот эти пыли-то просто потраченные на этот билет. Энель. Энель решает. Ну и самое главное не забывайте. Подписывайтесь на мой канал. Покупайте НЛ Интернешнл. Энерджи диет, батончики, фитнес, гели. Это все то, что вам надо. И таким спортсменам, как мы с Игорем Николаевичем. Усталость на лице Андрея от отдыха в Сочи. Она за три дня. Она прям видна невооруженным глазом. Просто. Ты плачешь сейчас, фишт. Отключился мозг. Москвич увидел море. Протеиновые завтраки. Энергетическая диета. Энергетическая диета, батончики. Продаем батончики. Энель. Ой. Воняет чем-то. А, это еще один Энельчик. Батончики, батончики. Протеиновые завтраки. Энергия диета. Покупаем. Ну, как бы... Такой и загар и будет. Классно. И теперь надо... Чтоб... Чтоб кожа блесела. Очень хорошо блесит. И говорю, у тебя Николаевич тоже очень хорошо. Все, пойдемте. Ладно. Ты сегодня улетаешь. Что ты скажешь своим подписчикам? Пока, Сочи. Здравствуй, Москва. Так, друзья. Наша любимая рубрика. Самомойка. Самомойка. Вот для чего нужны самомойки, чтобы избавляться от мелочи. Андрей Александрович. Самомойщик с большим стажем. Сейчас нам поможет в этом. Вулкан. Пукан удачи. На все. All in. На все ставят, парень. 45 секунд. 45 секунд. Игорь, а это 45 больше, чем ты в постели. Пену, быстрее телефон. Пень. Пень ее. Пень, быстрее, пень. Пень. Это не пена. Пень машину. А там? Пена там. Придуром, пени пену. Ха-ха-ха. Пеналочка. Ну что, друзья. Все когда-нибудь заканчивается. Андрей тоже закончился и улетает в Москву. Наконец-то. Наконец-то. Это был GeForce. Полетели, погнали, поползли. Поехали. Подписываемся на наш канал. Ссылочки где у нас там видео. В описании. И не забываем про NNL International. Сука. Вперед.